Вечерняя Москва 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 Городской думы. Здравствуйте. Ну, первый вопрос, конечно, к представителю МОС «Водостока». Владимир Станиславович, я правильно понимаю, что именно МОС «Водосток» в вашем ведении находятся вот эти самые малые водоемы Москвы? Да, в Москве находятся порядка 300 малых водоемов. Они делятся на несколько категорий, вначале на две категории, те, которые участвуют в системе водоотведения, те, которые не участвуют в системе водоотведения. Значит, те, которые участвуют в системе водоотведения, это водоемы, в которые впадают какие-то реки, ручьи, также протекающие по территории города Москвы, либо вода в них поступает из коллекторов, которых, по сути дела, тех же рек и ручьев, только за закрытых в коллектора и текущих под землей. И декоративные водоемы, которые являются водоемами искусственного происхождения, они вырыты там и созданы около кинотеатров, в каких-то парках. Ну, вот такие вот декоративные водоемы для отдыха граждан. То есть, получается, условно, можно разделить на две группы все. Технические водоемы и эстетические. Декоративные. Декоративные. Так называются декоративные. Но технически это не значит, что они прям вот технические какие-то некрасивые. Им, наверное, уделяется тоже с точки зрения эстетики не меньше внимания, но, может быть, технически это даже сложнее сделать. Давайте мы уже перейдем конкретически тогда, как все это выглядит действительно на конкретных примерах. И вот, например, почему бы не поговорить о ситуации на примере северо-восточного. Одного из округов. Алексей Валерьевич, вам слово, пожалуйста, в каком состоянии вот на примере этого округа находятся малые водоемы? Спасибо огромное, что в качестве примера взяли Северо-Восток, Северо-Восточно-административный округ. И я бы остановился на некоторых только лишь прудах, которые входят в районы Северно-Южно-Медведково и Свиблова. И не случайно, что мы сегодня здесь с Зоей Михайловной Зотовой. Она не только председатель комиссии по экологии Московской городской думы, а вместе с Зоей Михайловной мы были муниципальными депутатами, членами Президиума Ассоциации муниципальных образований города Москвы еще в 2012 году вместе начинали такую программу, как муниципальный контроль. Вместе с вами, кстати, тоже ее начинали в этой редакции. Все было очень интересно. И вот еще с 2012 года, когда в рамках муниципального контроля вместе с муниципальными депутатами и жителями мы обходили территорий, естественно, мы не могли обойти мимо те пруды, которые располагаются в наших районах. И уже тогда жители перед нами ставили вопрос, что будет происходить с прудами, кто их эксплуатирует, кто за ними ухаживает, кто убирает, кто приводит в порядок береговую линию, кто занимается водной гладью. И вот для того, чтобы найти ответы на все эти вопросы, естественно, мы сегодня постараемся это сделать. Что интересует жителей? Жителей интересует несколько составных частей. Первое, естественно, это что будет с самой водной гладью, с самим прудом, что входит в ремонт прудов, что входит в капитальный ремонт прудов, что входит в эксплуатацию за прудами, что будет в дальнейшем с береговой линией. Письма и обращения поступают постоянно, потому что это действительно любой пруд, это точка протяжения местных жителей. И вы абсолютно правильно заметили, что в программе «Мой район» на сегодняшний момент все пруды рассматриваются как новые точки протяжения, либо такие новые культурные центры, куда все москвичи, особенно в наши нынешние жаркие периоды, это лето и весна, все жители стягиваются, и, естественно, все больше и больше поступает вопросов, как же мы сможем их облагородить. А вот сейчас, вот прямо ловлю вас на слове, у нас есть как раз мнение жителей, да? Давайте их послушаем, а потом продолжим, пожалуйста. Добрый день, я Егор Вячеслав, житель района Свиблова, проживаю на Нансене. И у меня возникает вопрос, наверное, возникает у всех жителей района Свиблова, будет ли учитываться наше мнение при обустройстве территорий, прилегающих к Капустинскому пруду. Вот, вот живой пример, живой человек и реальный вопрос. Живой пруд. Да, знаете. Один, кстати, из самых крупных прудов, которые есть в Северо-Востоке, он был за спиной у молодого человека. А это связано как-то, чем живее пруд, тем живее человек, который там живет. Кстати, потом мы с вами еще затрудим очень интересный момент, это название прудов, потому что позвучало капустянский, хотя правильно говорить капустинский. Да, и там целые есть даже легенды на эту тему, но это не тему нашей сегодняшней программы. Что хотел бы ответить молодому человеку? Наша основная задача, это, естественно, учет мнения жителей. И даже когда мы составляем какую-либо программу, либо делаем проект по приведению в порядок береговой линии, без взаимодействия с жителями, без проведения общественных обсуждений, не путать с общественными слушаниями, мы не реализуем никакой проект. Яркий пример, это реализация проекта по созданию парка Яуза, который вот вчера вышло постановление правительства Москвы о создании парка Яуза. Наконец-то, мы этого ждали. Мы ждали все этого. Мы ждали этой подготовки, и она завершилась. Она завершилась, постановление состоялось. Но я почему привожу это в качестве примера? Все работы вдоль Яуза велись исключительно после общественных обсуждений. Создан общественный совет по реализации этой программы. Я уверен, что около каждого пруда также неравнодушные жители с удовольствием войдут в общественные советы. И около каждого пруда будет своя группа жителей, которые вместе с проектной организацией сначала будут работать над проектом. Потом этот проект мы обсудим вместе с жителем близлежащих домов. И если получим их одобрение, а в этом я не сомневаюсь, потому что их мнение будет учтено, только после этого мы приступим к реализации этого проекта. Слушайте, ну это очень интересно, потому что, признаюсь, не я влиял на выбор темы этой программы, но так получилось, что я тоже живу в этом районе, в Северо-Восточном округе. И когда я слышу вот эту историю о том, что можно принимать участие в обсуждении, все это влияет, и вот эти все нюансы, что все-таки общественное слушание – это одно, а общественное мнение – это за другое. Ну, кроме всего прочего, наверное, Яуза, кстати, это первый пример, когда местные жители вместе с депутатами, людьми, которые могут повлиять на ситуацию, выходят проконтролировать работы. И мы даже несколько материалов на эту тему уже писали. Да, то есть как ведутся. Я хочу сказать, что жители Северо-Востока, их я знаю лучше всего в Москве, очень трепетно относятся к любой экологической проблематике. Это вот действительно так, очень трепетно. И когда мы говорим о создании общественных советов, это действительно просто необходимо. Я бы что хотел сказать, что жители не то, что могут, мне кажется, что они обязаны влиять. Почему? Лучше мы сейчас получим пожелания жителей, поставим эти задачи перед проектировщиками и уже заранее в проект включим пожелания жителей, чтобы не было как раньше. Когда делается проект в одном кабинете, жители находятся в каком-то другом месте, и потом, когда происходит встреча, жители проектом недовольны, надо отправлять на доработку, надо переделывать, уходят сроки, уходят сроки, уходят сроки работ, все затягивается. Поэтому просьба к жителям Северо-Востока. Дорогие жители Северо-Востока, пожалуйста, очень активно принимайте участие в создании наших прудов СВАУ. Любое ваше пожелание будет учтено передно проектировщикам и учтено при рассмотрении проекта. Ну вот смотрите, действительно, благодаря в том числе и усилиям Вечерней Москвы и специалистов, и Государственной Думы, и всех-всех-всех, кто занимается благоустройством города, меняется менталитет. Менталитет жителей. Гражданская позиция. Они действительно начинают проявлять гражданскую позицию, начинают активно ее доносить все-таки до тех, кто ее может реализовать и, собственно говоря, пользуются теми инструментами, которые есть, это портал собянин.ру, и там среди наказов жителей есть совершенно отдельная категория, связанная с просьбами о улучшении ситуации с малыми водоемами. И вот конкретно, пожалуйста, от Арзуманян Армине пишет из Северного Медведкова. Помогите, пожалуйста, оживить пруд в Медведковском лесопарке. Он усох и красота лесопарка умирает. А людям хочется, конечно, чтобы было... Проблемный пруд. Да. Проблемный пруд. У нас, насколько я понимаю, есть видео-вопрос по такой теме. Давайте посмотрим, как видео. Добрый день. Меня зовут Валентина. Живу я рядом с Медведковским прудом на студенном проезде. Поэтому меня интересует, планируется ли благоустройство Медведковского пруда. Это интересует не только меня, но и всех наших местных жителей. Так, вот конкретная ситуация. Да, Зоя Михайловна, пожалуйста. Да, все-таки мне включиться, потому что действительно вы сегодня очень интересную, актуальную тему затронули. Два года назад мы на заседании комиссии рассматривали как раз вопрос о реабилитации прудов в городе Москвы с приглашением и уполномоченных органов, и экспертов. И то, что сегодня мы конкретизируем разговор применительно конкретной территории, северо-восточному округу, я считаю, что это очень важно. Потому что у меня вот этим летом поступали обращения и москвичей, и жителей Свиблова, Северной, Южной Медведков как раз по экологическому состоянию прудов. Потому что жители ведь волнуют не только благоустройство, а какое качество воды в прудах. Поэтому, получив вот такие обращения, 7 августа мы провели выездное рабочее совещание непосредственно на территории с приглашением начальника МОЗ Водостока северо-восточного округа, главы управы, жилищник. Мы посмотрели все пруды, Кольский, Ясный, Лазарик, Капустинский, поправляюсь, потому что мне в документах дали тоже Капустянский, Медведковский. Но, вы знаете, визуальный осмотр показал, да, снижение уровня воды, заиливание, зарастание прудов, где-то повреждена береговая полоса. Но понятно, что жители ждали от меня другого. Поэтому я сделала официальные депутатские запросы на уполномоченные органы. МОЗ Акоммониторинг, Департамент природопользования и охраны окружающей среды и Роспотребнадзор. И вот сейчас я готова жителям, которые обращались, доложить ситуацию по информации. Значит, у нас четыре пруда, это Кольский, Ясный, Капустинский и Лазаревый, они находятся на балансе МОЗ Водостока, который обеспечит регламентное обслуживание прудов, берет пробы воды, лабораторный анализ делает, плюс тут еще контроль, есть и МОЗ Акоммониторинга, ежеквартально эти сведения, отчеты передаются в МОЗ Акоммониторинг. Да, это все очень жестко. И какое качество воды, чтобы тоже было понятно. Кольский, Ясный полностью соответствует всем нормативам культурно-ботового водопользования. Капустинский и Лазаревый пруды, там тоже, можно сказать, что тоже соответствуют всем нормативам культурно-ботового водопользования, но есть незначительное превышение по органике. И думается, что источник этого, это как раз поверхностный сток, то есть поступление органических веществ из почвы в ходе, в результате осадка. Вы помните, что июль и первая половина августа были дожди. И вот думается, что вот эти из почвы вымывались немножечко органические вещества. Но это естественный процесс. Да, это естественный. А так в целом, по всем, ну чтобы было понятно, на три остальные пруда, это Медведковский, Большой и Малый, Свибловский пруды. По нашему обращению, Мосэкоммониторинг проводил свой анализ. 5 августа взяли пробы воды по 40 показателям. И там тоже, в этих прудах, только незначительное превышение по органике. А что касается нефтепродуктов, фенолы, сульфида, хлорида, там магний, кальций и так далее, по всем остальным 40 показателей, все в норме, нормативам культурно-ботового назначения соответствует. Поэтому я хочу успокоить жителей, здесь ситуация очень нормальная. Но поскольку затрагивали зону с купанием, позвольте мне еще два слова сказать буквально. Сейчас одну секундочку про зону купания, сейчас мы отдельно поговорим. Просто пока сейчас зашла речь о том, что это оказывается все так серьезно контролируется. И что вопрос вообще на самом деле гораздо глубже, хоть водоемы и малые, но вопрос гораздо глубже, чем вот эта вот представка малая, чем их глубина, то сейчас вот мы поставим многоточие, мы к купальным зонам обязательно вернемся. Ирина Владимировна, подключайтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Вот Мосводосток оказывается должен, ну просто мы этого не знали простые люди, что должен проводить какие-то регламентные работы. Насколько вообще сложно поддерживать состояние малых водоемов, ведь это все в черте города находится. Огромный мегаполис, там столько влияний. Мы не ответили на вопрос жительницы. Да, она пусть нас смотрит, мы обязательно ответим. Никуда не уходите. Сейчас вернемся к этому. Мы сейчас вам покажем просто этот вопрос со всех сторон, так что у вас не останется вообще никаких вопросов. Пожалуйста. Итак, насколько сложно поддерживать городские вот эти малые водоемы в надлежащем состоянии? Что для этого приходится делать? Ну, я хочу сказать, что это ежедневный труд наших ИГТРов, ИГТРов, это эксплуатационно-гидротехнические районы, когда происходит уборка водной глади, прилегающей пятиметровой к пруду территории. То есть это постоянная работа, и все водоемы находятся под контролем нашей службы эксплуатации. А как это вот происходит технически? То есть какой-то специальный человек постоянно обходит это все, смотрит, да? Поподробнее тогда расскажу. Нет, технически это происходит. Есть регламент. В соответствии с этим регламентом там прописаны, какие операции должны делать работники и с какой периодичностью. Например, там удаление водной растительности, там они делают, которые вырастают в пруду, они делают раз в две недели. Значит, уборка мусора, там, два раза в неделю. Вы вот в соответствии с этой периодичностью выезжают бригады, лодки, машины, все это собирается и потом уже утилизируется. Мы как раз, когда проводили выездное совещание, там, как раз вот ваша служба работала, да-да-да. Да, и это происходит постоянно, как бы за этим, это все отслеживается, это все мониторится. Алексей Викторович, а можно ли теперь, да, добавить? Но я так понимаю, что не все пруды находятся на балансе Мосводостока и что есть некоторые загадочные водоемы, которые где-то как-то, ну, они есть. А водоемы, они не загадочные, они абсолютно реальные. И как раз женщина издавала вопрос на фоне этого водоема и вашей заставки. Даже был этот водоем, который мы в начале лета наполняли водой. Но для нас Медведковский или Хлебниковский лесопарк, как его называют еще жители Северного Медведкова, на сегодняшний момент действительно такая, скажем, реперная точка, которой необходимо заниматься. Я сейчас не буду уделять времени на приведение в порядок особо охраняемой природной территории, внутри которой находится именно этот пруд, но он из тех прудов, которые мы сегодня обсуждаем, единственный, который не находится на балансе у Мосводостока, и поэтому, к сожалению, тот же Мосводосток не может там производить эти работы. Сегодня мы как раз занимаемся вопросом о постановке его или передаче на баланс одной из организаций города, мы с коллегами точно найдем решение этого вопроса. Поэтому, когда мы говорим о реабилитации прудов, то в первую очередь есть соответствующие у нас договоренности и письменные ответы от соответствующего комплекса о том, что в этом году будут сделаны проектные работы, связанные с прудами. Это Капустинский пруд, это пруд на Ясном, это Кольский пруд, который тоже находится в Свиблово. Будут произведены проектные работы, я надеюсь, что до конца года они будут закончены. Сегодня я даже коллег спрошу, что же все-таки будет в проекте, потому что меня жители уже на каждом шагу останавливают и спрашивают, когда можно будет ознакомиться с проектом. С прудом, который находится в Медведковском лесопарке, я думаю, у нас уйдет на год больше времени, потому что нам необходимо будет сначала определить баланс содержателя, и после этого мы тоже решим этот вопрос. Как вообще такое могло случиться, что у пруда нет баланса содержателя? Пруд есть, а баланса содержателя нет? Происходила реорганизация некоторых структур, которые работали на уровне административного округа. И вот в момент реорганизации этих структур, когда одна структура передавала другой, ту структуру, которую передавали, ее тоже ликвидировали, и пока не определили, кому передать на баланс. Вот как раз наша с вами программа, которая сегодня в том числе также поможет нам ускорить этот процесс. В общем, в Москве, вы не волнуйтесь, уважаемые жители. Не может быть такого, чтобы кто-то кому-то не принадлежал. Да, все. Обязательно у всего есть свой хозяин. Хозяин этот профессиональный. И раз уж заговорили о проектировании прудов, это для нас вообще такая вещь загадочная. Ирина Владимировна, насколько это вообще является какой-то отдельной такой сферой? Кто занимается проектированием прудов? И какой сейчас тренд в проектировании вот этих малых водоемов? Мы что-то свое изобретаем, московское, или у нас какие-то есть там европейские образцы, как многие любят? Мы говорим о проектах реабилитации. О проектах? Да. То есть это связано с... Не о проектировании, не о создании новых, а реабилитации. Говоря простым языком, о капитальном ремонте конкретного пруда. Вот. А из чего тогда состоит вот эта история? Из каких фаз состоит капитальный ремонт пруда? Потому что мы уже знаем, что такое капитальный ремонт, например, дома, в котором мы живем. Давайте расскажем тогда теперь про водоем, на котором мы любим отдыхать. Как там это происходит? Что касается рассматриваемых нами сейчас прудов, то основные работы по этим водоемам – это очистка прудов. В первую очередь очистка прудов, ликвидация развития дальнейшего, которые сейчас происходят, сине-зеленых водорослей, которые приводят к цветению водоемов. А это типа сорняк, паразиты, какая-то проблема, с которой надо бороться? Это большая проблема. Да, это большая проблема, потому что развитие сине-зеленых водорослей, да, приводит к уменьшению количества кислорода в воде, соответственно, это негативно влияет на состояние всего пруда и всей их теофауны водоема. Поэтому в задачи реабилитации водоема входит, в первую очередь, конечно же, очистка от иловых отложений, ремонт существующих уже конструкций, сложившихся берегу креплений, креплений береговой полосы. В местах развития эрозионных процессов предполагается локальное устройство креплений, природоприближенных. Также предполагается на отдельных участках создание и естественных берегов, сохранение естественных берегов, где-то ремонт сложившихся уже песчаных откосов. Также основным таким важным элементом при реабилитации прудов это является создание зон с произрастанием высшей водной растительности, которые помогают дальнейшему самоочищению водоема. Можно походу вопрос маленький совсем? Скажите, вот посольц-жители волнуются тоже, и там мы были, меня поразило, что, приятно поразило, что есть утки на прудах, вот спуск для уток предусматривается в ходе реабилитации? Обязательно. Обязательно, да, потому что жители пишут по этим вопросам очень часто. Причем мы задумались сделать ступеньки или горку. Так а все-таки ступеньки или горка, кружно-морка. Мы вылезем задать ступенья жителей. Вы думаете эту тему, да? Я просто хотел бы дополнить, скажем так, сказать простым языком, вот что нам предстоит сделать с прудами. Все эти работы невозможно, как я понимаю, без спуска воды. Да, то есть начнется все с того, что мы должны будем спустить воду. После этого должна пройти выческа дня от иловых отложений. После этого, как я понимаю, наша будет задача, это вы правильно обратили внимание, берега укрепления. Причем такие пруды, как пруд на Ясном, пруд на Кольском, там у нас берега укрепления будет, по сути, промышленное, как оно и сейчас есть, такие пруды, как восьмерка в Свиблово, он чисто у нас природный. Промышленное это что значит? Там уже сделано, это искусственный пруд, если вы увидите, это сделано бетонный такой парапет. Как опалубка. Как опалубка, да. То есть это пруды, которые уже были сделаны искусные. В отличие от восьмерки, которые находятся на Свиблово, там большой и малый пруды, они чисто естественные. Там песчаные берега. Вот там не надо заходить ни с каким бетоном, ни с каким кирпичом. Там надо именно сохранить ту флору и фауну, которая есть. А у нас до сих пор цветут краснокнижные лилии, краснокнижные растения. И вот наша задача в этих местах сохранить всю экологическую систему. А там, где пруды являются, скажем так, более, я не хочу назвать слово промышленно, оно будет неправильно. Подскажите, коллеги, как... Технологически. Технологически. Да, потому что вот Кольский Ясный, это вот четкий показатель. Искусственно созданный. Искусственно созданный. Там мы уже по-другому не сможем сделать, мы должны это просто привести в порядок. Чтобы они выполняли свое назначение. Конечно. Для которого были созданы, это водоотведение и часть городской системы. Кстати, вот то, о чем вы заговорили, это, наверное, один из самых острых таких предметов, на тему которых ломают копья, значит, люди в интернете, обсуждая, каким все-таки должен быть малый водоем с точки зрения, что делать с его берегами, с точки зрения сохранения природного разнообразия, поскольку там водится рыба, есть какая-то живность, есть растительность и так далее, и так далее. Поэтому есть люди, которые считают, что вот когда вот все в камень и так далее, что это вредно, и значит нужно оставить максимально естественно, не вторгаться туда, вот как понять все-таки критерий, какой нужно использовать, для какого водоема, где нужно это сохранять, где все-таки нужно убрать все в камень, какой основной критерий этого? Все-таки Алексей Валерьевич уже, мне кажется, ответил на этот вопрос. Если пруд уже существовал в бетоне, он так в бетоне и должен оставаться. То есть, если он был изначально так задуман, прям вот с сейчас, если мы сейчас сломаем этот бетон, у нас уйдут берега, у нас увеличится площадь этого пруда, неизвестно какие там обвалы, обрушения начнутся. Кроме всего прочего, если он искусственный, то собственно там не рассчитана даже экологическая ситуация для того, чтобы там этот пруд естественным образом был. Безусловно, тот пруд, который был в естественных берегах, где-то там в парке или еще где-то, где растут какие-то растения, конечно, нет смысла его прятать в бетоне. А вот медведовский, вот он какой, и тогда по какому пути нужно будет его восстанавливать и реабилитировать. Что там нужно делать с берегами? Тогда давайте мы просто сразу все пруды разделим на две группы, потому что здесь не только медведковский. Если говорить о естественном сохранении берегов, то яркий пример это наши плуды, так называемая восьмерка в Свиблово большой и малый пруд. И это естественные пруды, почему они естественные? Они находятся, по сути, там в пятидесяти метрах. Это где там? Это прямо где усадьба Свиблово, патриаршее подворье, слева от нее, между ней и руслом Яузы. Почему они остались естественные? Потому что они подпитываются от Яузы, они находятся прямо рядом с ней. А вот вы сказали, они находятся в пяти-десяти метрах от чего? От берега Яузы. То есть они прямо находятся... Это где парк Дружба, получается? Нет, это не где парк Дружба, это так называемый сквер вдоль Лазориума. Самый ориентир, понятно, это патриаршее подворье. От патриаршего подворья дорожка спускается прямо вниз к Яузе, и вы оказываетесь около этих больших. Надо больше гулять по своему району. Причем, опять же, есть легенда, что большой это мужской пруд, а маленький это женский. А вместе они называются восьмерка. Потому что они действительно образуют из себя восьмерку. Прекрасно. И вот это яркий пример сохранения естественного ландшафта и экологической системы, которая там существует. Вот там не надо производить никаких техногенных работ, я бы сказал так. Что говорить, если говорить о Капустинском, о Кольском, о Пруде на Ясном и Медведковском, то действительно там все берега уже являются каменными. Как-то их ломать и что-то делать другое. Я согласен с коллегой, мы можем нарваться на такие моменты, которые непрогнозируемы. Что будет с берегами, что будет с дном. В самом худшем состоянии находится действительно пруд, который находится в Медведковском лесопарке. И мы понимаем почему. Потому что коллеги не могли ничего с этим поделать, не их зона ответственности. И в нем, наверное, придется проводить самое большое количество работ, потому что вода не держится. Надо будет проводить работы с берегоукреплением, и вопрос герметизации дна, чтобы вода не уходила. Там самый большой будет объем работы. Те пруды, которые на сегодняшний момент мы рассматриваем, мы надеемся, что в следующем году будут произведены эти работы, потому что в 2014 вместе с коллегами нам удалось сделать поверхностную очистку, то есть все убрать и 4 года поддерживать их в хорошем, нормальном состоянии. Но, слава Богу, пришло время, когда мы можем сделать их еще лучше. Но наша задача в данном случае синхронизировать работы по рекультивации и капитальному ремонту прудов с приведением в порядок еще и береговой линии. Не 5 метров, за что отвечают наши коллеги, а все остальных. Например, тот же Капустинский пруд. К нему прилегает достаточно большой сквер. И жители давно просят его благоустроить. И вот мы надеемся, что нам удастся в следующем году эти работы синхронизировать. То же самое касается Южного Медведка, пруд, который находится на Ясном. Уже сейчас по программе «Мой район» мы планируем в следующем году около него сделать достаточно большую общественную зону, соединив ее около дома Ясный 10 с большим межшкольным стадионом, который также будет построен в следующем году. То есть мы рассматриваем все эти работы комплексно, не точечно. Не то, что мы сделаем берег и зеркало воды. Нет. Мы смотрим на пруд, на прилегающую территорию и на прилегающие районы, которые прямо отпустятся непосредственно к этим прудам. Я вот слушаю вас, и я понимаю, что, например, то, что делаете вы, это сродни уровню продюсера голливудского фильма, допустим, который должен объединить просто необъединимое. Он должен договориться со всеми, и чтобы это все синхронно в итоге выглядело, вот картинка, просто на 100 с плюсом. Малый водоем волнует абсолютно всех, и в аппаратной, конечно, тоже есть вопрос. Добрый день, меня зовут Фигуар. Сказали на самом деле, это не в аппаратной. У нас зрители... Да, но у вас тоже есть. Да, но у меня, конечно, тоже есть. Да ничего у меня нет, кроме воспоминаний. Я просто хочу себя успокоить. Я хочу успокоить. У каждого свое детство. У меня тоже было свое детство. Мы тоже купались в московских прудах. Но всегда это заканчивалось... Не всегда, а заканчивалось это по-разному. У кого-то что-нибудь, да какие-то прыщики вскакивали. Это было нормально. Знаете, в наше время это было нормально. Никто не поднимал никаких там вопросов и так далее. Ну как, ну это же московский, это не крымское побережье. Это московский пруд. У меня, если можно вкратце, мы сегодня рассматриваем непосредственно вот эти пять прудов. А сегодня там дети могут купаться без каких-либо последствий. Неужели вот эта вот традиция, московская традиция покрываться какими-нибудь прыщами после купания в наших водоемах, неужели она пропадает? Это памятные, отметенные. Можно я скажу, да, Роспотребнадзор. Я делала запрос у Роспотребнадзор, но вы знаете, вот эта традиция вашего детства, надо сказать, что она уже утрачивается. Потому что сегодня есть постановление правительства Москвы, где четко определены зоны с купанием, зоны без купания. Что касается данного округа, то здесь все-таки в постановление вошли два пруда. Лазоревый первый и второй зона без купания. Но там тоже есть требования санитарного законодательства к этой зоне. Соответствует все на территории округа. Нарушений там нет. Но если вдруг, вот в ходе такой большой работы, которая будет проведена, возникнет вопрос о том, что надо организовать зону с купанием, то это возможно, как пишет мне Роспотребнадзор, там должны в течение двух сезонов пройти замеры воды, обязательно два сезона летних. Дальше, конечно, очистка, о чем мы говорим, очистка дна. Ну и, соответственно, дополнительно благоустройство территории, создание медицинского пункта, спасательного пункта. То есть все вот эти необходимые атрибуты. Поэтому вот на сегодня зона без купания, но перспектива такая есть. Я думаю, что если учитывать ту настойчивость, с которой Алексей Валерьевич работает на территории округа по данным водным объектам, и я считаю активность жителей, то я думаю, что в недалекой перспективе мы можем выйти на зоны купания. Что хотел бы отметить. Да, около породов у нас сейчас стоят знаки купания запрещено. Но честно, у нас с Виблова есть моржи, которые занимаются моржеванием. Там вообще северная тематика везде. Которые занимаются моржеванием и летом. Вот сейчас мы, кстати, когда тоже обходили пруды, проверяли их состояние, мы с ними... Летом они тоже плавают. Я не буду говорить, в каком из прудов они плавают. Но они плавают, и с ними все хорошо. Но в данном случае, уважаемые жители, нельзя купаться. Пока нельзя. Но по качеству воды-то можно. И мне тоже вот тогда подошло, когда мы проводили рабочее совещание, один из купальщиков таких, и говорит, значит, нам только будочку поставить, где раздеться можно. А больше ничего не надо, потому что тут все нормально. А то сейчас неудобно. Они просто вещи вешают на знак купаться. Запрещено. Но тем не менее, нужно все-таки как-то территорию подготовить. Нет, нет, нет. Вот я вам сказала, дополнительные мероприятия. Станция нужна, но действительно, все-таки мы несем ответственность за жизнь людей. Да, вода не опасная, но есть другие требования, которые действительно надо все-таки выполнить. А иметь, по сути, уже, хотел сказать, в центре города, рядом с центром города, водоем, в котором можно будет плавать. Кстати, под это больше всего по конструкции подходит Кольский пруд. Это, по сути, готовый 25-метровый бассейн. Это вот о чем мы говорили, который сделан как раз бетонные берега. Вот реально, вот я на него смотрю, готовый 25-метровый бассейн. Нам нравится ход ваших мыслей, это прекрасно. Да, и купаться недалеко от центра, это тоже, как бы, знаете ли, хорошо. Рядом со своим домом, это очень круто. И поскольку так многое зависит от жителей, и жители этому пользуются, у нас есть еще одно видео. Добрый день, меня зовут Егорова Анастасия. Живу по адресу прояснанса на дом 12. Меня интересует благоустройство, прилегающее к прудам территории. Подскажите, пожалуйста, их будут благоустраивать? Спасибо. Это как раз о чем мы с вами говорили, что наша задача – это синхронизация, органов власти и организации, которые будут выполнять работы. Сначала на уровне проектирования, чтобы был готов проект по реабилитации прудов, был готов проект по благоустройству территории вокруг прудов. И потом, самое главное, синхронизация работ, чтобы они не мешали друг другу, и желательно, чтобы они, по сути, синхронно заканчивались. Потому что мы бы хотели одновременно открыть и очищенные пруды, и благоустроенное пространство вокруг них. Хорошо. И сразу же в догонку еще вопрос. Добрый день, Алексей Валерьевич. Меня зовут Бурба Карина. Я живу рядом с Медведковским парком. Я знаю про ваш проект Яуза, ставила за него подпись. И это, конечно же, правильная идея, что парку нужна одна ответственная организация и один хозяин. Скажите, пожалуйста, можно ли включить наш Медведковский парк в проект парк Яуза? Я уверена, что жители поддержат эту идею, потому что нашему парку тоже нужен один хозяин, который будет нести ответственность за его территорию. Стратегическое мышление. Видите, у нас, кстати. Причем мы с жителями, когда обсуждали, как нам приводить в порядок Медведковский лесопарк, действительно прозвучала мысль. Еще тогда не было постановления правительства, которое вышло вчера. Опять же, напоминаю, что нам все-таки удалось добиться создания парка Яуза. Но это юридический первый шаг. После этого префектура должна учредить это государственное автономное учреждение. И вот следующий шаг, когда дирекция уже будет определять границы территории этого парка, я не исключаю, что мы обратимся к городу с просьбой, что и территорию Хлебниковского лесопарка включить в территорию парка Яуза. Для чего это надо? Почему вообще создавали парк Яуза? Действительно, нужна одна дирекция, нужен один хозяин. Для чего это необходимо? Сейчас есть вопросы, которые мы не можем без этого решить. Тоже Свиблова. Сквер вдоль Лазорева и Тенистова. В 2018 году все привели в порядок. Все сделали идеально. Сохранение всех экологических нормативов. Около реки у нас сделаны не дорожки, а специальные деревянные настилы, чтобы не трогать эко-среду, которая находится около береговой линии. Сделаны раздельно пешеходные и веломаршруты. Сделано освещение. Сделаны детские площадки. Площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий. Но с 2018 года организация, которая производила работы, например, никому до сих пор не может передать это на баланс, потому что нет баланса держателей. И вот создание парка, создание юрлица позволяет нам решить вопросы. Передача на баланс всех произведенных работ. Вопрос эксплуатации, уборки. Вопрос охраны, которой сейчас также нет на территории всего парка. Как нам поступают жалобы на так называемые мангальные или шашлычные зоны, хотя они пользуются большой популярностью у москвичей, у которых некуда поехать за город. И мы должны учесть мнение и тех, кому нужны мангальные зоны, и те, кому они мешают, жителям на тенистом. Хотя сама мангальная зона находится с той стороны реки в Отрадном. То есть нам приходится решать и межрайонные вопросы. Наверное, работа любого политика это поиск компромиссов между несколькими сторонами. Да, это очень сложно. Я могу сказать, что, например, вот этнографическая деревня Биберева, да, это такая, знаете, в миниатюре модель. Там приток реки Яузы, и вокруг него тоже разбита зона, и там мангальная зона, она очень так вот убрана отдельно. И как-то вот удалось это решить технически, что вот не пересекается, но есть. Хорошее местечко, значит, подобрано. Да, да, то есть все дело в правильном проекте. Но мне кажется, вообще, проект парка Яузы, это просто что-то умопоморчительное, потому что он огромный по территории. И судя по тому, что собираются добавлять к нему еще и еще, вообще он может поставить рекорд. Я уверен, что он поставит рекорд по нескольким показателям. Причем на один из показателей как раз обратил внимание Сергей Семенович, который в прошлую пятницу приезжал и осматривал ход окончания работ в Южном Медведково. Я не помню, говорил я или нет. Кстати, тоже будет два очень красивейших места. Первое место это будет на улице Заповедной за спорткомплексом, где в 90-е годы собирались делать горнолыжный спуск, но не смогли, остались различные бетонные конструкции. Теперь всего этого нет. Есть замечательные террасы, террасы для тихого отдыха с видовыми характеристиками на Яузу, где расположены лежаки, где расположены ротонды, где расположена в перголе закрытая прогулочная зона. Отдельно мы приводим в порядок уже... И это доступно для всех. Для всех. Зачастую, что вы пойдете сегодня в ряду? Сейчас, дайте еще, пожалуйста, дайте. Подождите, а певческое поле, которое вот мы с Сергеем Семеновичем осматривали, где привели в порядок полностью, реконструировали сцену, ротонду, амфитеатр на тысячу человек. Это будет самый большой амфитеатр в Москве под открытым небом. На этой сцене выступали Толкунова, Кобзон, все наши самые известные артисты. На день города мы открываем певческое поле, приглашаю всех жителей Северо-Востока, приходите, будет замечательный концерт. А название чего стоит? Певческое поле, да. А почему певческое поле? Потому что буквально в двухстах метрах от этой площадки расположена единственная детская хоровая школа «Весна», которая является лучшей хоровой детской школой в мире. И ее воспитанники сто процентов будут выступать на этой лучшей открытой площадке города Москвы. Здорово. Вот, друзья, теперь у вас есть план, где проводить свои выходные. Ну, действительно, наверное, это, может быть, крупнейший все-таки проект в Москве, такой вот непрерывной территории природной, ландшафтной и территории для отдыха и досуга. Потому что от самого МКАДа вся эта история тянется практически до ВВЦ, а дальше уже в ВДНХ и Ботанический сад. То есть это просто... Да, что отведу-ка. Да. Аж за ту сторону проспекта мира. Ну, если вообще быть откровенным и честным, Московская область, наши соседи, посмотрев на наш проект создания парка Яуза, в Мытищах городской парк также делают и называют это проектом парка Яуза. Более того, в Северном Медведково под Московской кольцевой автодорогой у нас есть прокол, который выходит в этот городской парк. И с моим коллегой, с депутатом Московской областной думы Никитой Чаплиной, который представит этот округ, мы уже встречались, и у нас есть задумка провести совместную рабочую группу. Я уверен, что это будет один из самых протяженных веломаршрутов не только Москвы, но и страны, который может начинаться в Мытищах, в городском парке, идти через северо-восток, а парк Яуза объединяет 11 районов, выходить после проспекта мира около Ростокинского акведука опять в Лосиный остров. И после Лосиного острова, я не исключаю, что он будет выходить в восточный административный округ города Москвы. То есть планы у нас достаточно серьезные. Потрясающе. Вот такого точно никогда не было. Хотя, казалось бы, этот ресурс всегда был перед глазами, но так его развить, это, конечно, невероятно круто. И, кстати, по поводу планов. Я вот хочу все-таки к профессионалам из Мосводостока обратиться, потому что, ну вот, вообще, посмотрите на наш круглый стол. У нас, с одной стороны, сидят профессионалы, которые отвечают за качество воды. С другой стороны, у нас сидят профессионалы, которые отвечают за то, чтобы даже самые, ну, невероятные, разные, абсолютно, может быть, по своей структуре предложения жителей, пожелания, чтобы все это вместе увязать как-то гармонично, найти ту самую золотую. И главное реализовать это все. Да, главное это реализовать, еще проконтролировать качество. Да, и, Владимир Александрович, вопрос такой, всегда ли все-таки удается найти вот тот самый компромисс между тем, чего хотят жители, да, там, на береговой зоне они хотят, чтобы пруд выглядел так-то, и чтобы там рыбы были, и чтобы и купаться, и рыбачить, и так далее. И все-таки с тем, чтобы это было с точки зрения МОЗ-Водостока, по всем регламентам соблюдено. Компромисс всегда нужно находить, и мы его находим. Ну, конечно, иногда бывают пожелания такие несколько неординарные, и, конечно же, мы их отметаем. Вот, мнений много, жителей тоже много, но компромисс всегда находится, и всегда мы идем навстречу жителям для того, чтобы решать эти вопросы. Все, друзья мои, как этим пользоваться, как пользоваться теперь той властью, которая есть лично у вас, как у жителей этого района, мы вам рассказали, мы привели конкретные примеры. Сейчас какое-то завершающее слово, конечно, завершить эту тему невозможно, но поставить такое хорошее многоточие. Алексей Валерьевич, пожалуйста. Если говорить о многоточии, я постараюсь быть кратким. Я хочу сказать огромное спасибо коллегам из Мосводостока, что они пошли навстречу пожелательным жителям Северно-Южно-Медведково и Свиблова, что в этом году будет закончена разработка проектов. Я уверен, что мы до конца года еще успеем встретиться на площадке Московской городской думы. Синхронизирует наши действия на 2020 год для того, чтобы воплотить уже проект не на бумаге, а воплотить проект в работе и совместить это с приведением в порядок территории, прилегающей ко всем прудам. Коллеги, огромное спасибо. О вечерней Москве огромное-огромное спасибо, что вы поддерживаете все наши экологические проекты. Безусловно, и мы будем с вами еще там отдыхать и петь на певческом поле, в том числе и ловить рыбу. Вот, например. Ну что, друзья мои, конечно, мы не заканчиваем, как я уже сказал. Будет еще развитие этой темы, будем рассказывать и показывать, и делать репортажи, и принимать от вас ваши запросы, передавать их специалистам. На сегодняшний круглый стол я хочу поблагодарить тех, кто отвечал на ваши вопросы, в том числе Ирину Владимировну Доркину, начальник управления проектированием и перспективного развития Мосводосток. Владимир Станиславович Еворский, заместитель генерального директора ГУП Мосводосток. Спасибо большое. Зоя Михайловна Зотова, председатель комиссии по экологической политике Московской городской думы. И Алексей Валерьевич Шапошников, депутат, председатель Московской городской думы. Спасибо вам большое. Друзья мои, на самом деле, только что вы увидели людей, которые изменили экологическую представление о районах Москвы. Потому что когда-то... Отдых у воды, это, собственно, был, так скажем, элитарный отдых. Приходилось искать, где я. Вспомните, что еще недавно сам элитарный мечтался там Юго-Запад и что там самое изделие. Сегодня, благодаря усилиям профессионалов, Северо-Восток стал не только зелеными легкими столицами, то, что поставляет действительно кислород, но это ареал территории, которая поставляет огромные порции хорошего настроения людей, которые там живут. Это, я думаю, очень важно для нашего города. Так что увидимся на обновленных, этих прекрасных территориях. Встретимся на восьмерке, господа. Юлия Зименко, заместитель главного редактора, редактор отдела Московской власти, газета «Вечерняя Москва». И мой коллега Михаил Комедоров. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok